Глава шестнадцатая И сказал Господь Самуилу, Да коли будешь ты печалиться о Сауле, Которого я отверг, Чтоб он не был царем над Израилем, Наполни рог твой Илеем и пойди, Я пошлю тебя к Иесею, Вифлеемлянину, Ибо между сыновьями его Я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, Как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал, Возьми в руку твою телицу из стада и скажи, Я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иесея к жертве, Я укажу тебе, что делать тебе, И ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, Как приказал ему Господь. Когда пришел он в Ифлеем, То старейшины города Стрепетом вышли навстречу ему И сказали, Мирен ли приход твой? И отвечал он, Мирен для жертвоприношения Господу пришел я, Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иесея и сыновей его, И пригласил их к жертве. И когда они пришли, Он увидев Илиава сказал, Верно, сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, Не смотри на вид его И на высоту роста его, Я отринул его, Я смотрю не так, Как смотрит человек, Ибо человек смотрит на лицо, А Господь смотрит на сердце. И позвал Иесей Аминадава, И подвел его к Самуилу, И сказал Самуил, И этого не избрал Господь. И подвел Иесей Самму, И сказал Самуил, И этого не избрал Господь. Так подводил Иесей к Самуилу Семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иесею, Никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иесею, Иисею, все ли дети здесь? И отвечал Иисей, есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Рам. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим. Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот, я видел у Исея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иесею и сказал, пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иесей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иесею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него.